Уважаемые коллеги, добрый день! Мы с вами продолжаем цикл лекций, важные аспекты диагностики и лечения ОРВИИ. Итак, мы с вами сегодня поговорим о достаточно интересной теме герпесвирусной инфекции, герпетическая инфекция в практике врачей-интернистов. И стоит сразу сказать о том, что есть некоторая путаница терминологии или различные просто терминологии, которые используют врачи-терапевты, инфекционисты, врачи общей практики. Иногда говорят герпесвирусные инфекции, иногда говорят герпетические инфекции. И в некоторых литературных источниках, руководствах вы можете увидеть такое употребление терминов. Герпетическая инфекция в ряде случаев используется для обозначения только простого герпеса, то есть вызванного вирусами первого-второго типа. Но мы сегодня поговорим в целом о герпесвирусных инфекциях человека, о различных, не только вызванных вирусами первого-второго типа. И я с позиции врача-инфекциониста, иммунолога-авирболога постараюсь с вами поделиться полезной информацией, которая поможет вам в клинической практике. И когда мы с вами говорим про герпесвирусную инфекцию, мы должны сразу сказать о том, что первичное заражение инфекциями происходит обычно воздушно-капельно. Это не случайно, потому как передача происходит или от родителей, или, соответственно, от членов семьи, или от сверстников еще в детском возрасте. Соответственно, это первичная реализация инфицирования происходит в большинстве случаев. Хотя, конечно, не исключено интернатальное заражение или даже внутриутробное, сейчас мы об этом скажем. Но вы здесь видите различных представителей респираторных инфекций, среди которых выделяют герпесвирусы человека, и это стоит не забывать. Соответственно, они могут встречаться как самостоятельно, так и в сочетании с другими респираторными инфекциями. Ну, давайте мы вспомним с вами, какие механизмы передачи герпесвирусов человека. Это важно с точки зрения понимания, распространенности инфекций, механизмов передачи важны с точки зрения определенного анамнеза развития заболевания, в том числе патогенеза и клинических проявлений. Ну, соответственно, выделяют три основных больших путей или механизмов, более правильнее сказать, механизмов, горизонтальные механизмы. Основные к ним относятся аэрозольные, относятся оральные и контактные. Соответственно, аэрозольные, воздушно-капельные и воздушно-пылевые чаще реализуются для витриной оспы. Борицеллозостренные инфекции, да, но фактически описан для большинства герпесвирусов человека. Оральные здесь уже могут быть совершенно разные варианты, контактно-бытовой и, соответственно, при поцелуях может быть контактная, да, то есть орально-генитальный, орально-анальный, различные варианты описаны в мировой литературе. Также, соответственно, обсуждается возможность передачи для всех герпесвирусов, хотя оспаривается для, например, герпесвирусов 6 и 7, но, тем не менее, передача описана для большинства герпесвирусов. Ну и контактный, соответственно, энтеральный, параэнтеральный, половой, это также большинство герпесвирусов, но здесь как раз реже валица лозостренная инфекция. В большей степени это вирусы первого-второго типа, цитомигаловирус, в частности, некоторые другие. Вертикальные механизмы. Конечно, вертикальные механизмы очень важны, особенно для периода прегравидарного, особенно периода наступления беременности. Почему? Потому как, если это самый ранний период, возможно заражение до 4 месяца беременности. И это принципиально важный момент, потому как здесь гематогенная трансплацентарная передача, спряжена с передачи таких возбудителей, как цитомигаловирус, вирус валица лозостры. Очень опасна с точки зрения развития тератогенных эффектов, развитию, соответственно, уродств. И это известный факт. Гематогенная трансплацентарная уже с 5 месяца возможен, фетальный уже когда период, когда уже сформировался плод. И здесь возможна передача также различных герпес-вирусов. Наиболее изучены, конечно, вирусы первого и второго типа, цитомигаловирус, валица лозостровная инфекция. Восходящий механизм трансцервикальный или первооргинальный. Здесь преимущество вируса первых трех типов герпес-вируса человека. Ну и, наконец, во время родов практически возможно заражение любым герпес-вирусом человека, что очень важно учитывать. Соответственно, и учитывается, если частые рецидивы или герпес беременных. Соответственно, принимается решение о том, будет ли это кесарево сечение, или это будут естественные роды, в зависимости от конкретной ситуации. Ну и, конечно, для нас, для врачей, очень важно то, что существует уже артифициальный механизм передачи, искусственно создаваемая, очень важная с точки зрения гидрогенной передачи, связанная с нашей медицинской деятельностью. Конечно, это при инвазивных лечебно-диагностических процедурах, посттрансфузионные, то есть при переливании крови ее компонентов, при, естественно, оперативных вмешательствах, конечно, при трансплантации органов и тканей, трансплантациях костного мозга, ингаляционные, это намного реже. То есть, очень важно учитывать, что очень большое количество механизмов на пути передачи, что обуславляет широкое распространение возбудителей, соответственно, семейства герпесферидов. Если мы с вами сосредоточим внимание на, соответственно, генитальных поражениях и, в том числе, рассмотрим как инфекции, передающиеся половым путем, то среди этих инфекций, конечно, мы найдем герпесвирусную инфекцию. И вы здесь видите, что еще ребенок не родился, но на будущего ребенка и на, соответственно, его мать происходит воздействие различных вирусов, среди которых, слева, сверху, вниз, вирусы первого и второго типа, которые вызывают простой герпес, герпес-имплекс, цитомегаловирус, затем вирусы гепатитов, вирусы Эпштейна-Бар, различные патогенные бактерии, например, мекоплазма-гениталия или хламидин-инфекция, герпес-6, соответственно, вирусы гриппа могут передавать, SARS-CoV-2 обсуждается, передача вертикальная не доказана. Деновирусы, вирусы Зика, эболовирус Заир, вирусы эпидемического парактика, конечно, вирусы иммунодефицита человека и, наконец, попиломовирусы. Важно подчеркнуть, что может быть сочетание герпес-вирусов с любым из перечисленных здесь представителем. Часто сочетание с бактериальным генозом, с эпиломовирусной инфекцией. Плюс надо понимать, что герпес-вирусы человека являются спид-индикаторным заболеванием. Наличие герпес-вирусов уменьшает вероятность рождения и вынашивания наступления физиологической беременности. Возможно, прерывание привычного невынашения, синдрома потери плода. Отдельно описана интересная форма герпеса-6. Единственное исключение, которое существует вообще в инфекционной патологии человека, это хромосомно-интегрированная форма инфекции. Ее очень мало. Для герпеса-6 так называемый хи-герпес-6 статус. То есть, это хромосомно-интегрированный герпес-6 статус, связанный... Соответственно, это меньше одного процента всех форм герпес-вирусной инфекции 6. То есть, реально передается по наследству и в нашей стране с 2017 года есть описание этих случаев. Мы принимали участие в описании некоторых первых случаев в России. Надо подчеркнуть то, что герпес-вирусы человека, они могут быть фактически представителями нормобиоты. Когда мы говорим с вами о широком понятии микробиоциноза, микробиоты... Потому как на сегодняшний день микробиоты рассматривают не только как сообщество бактерий, не только как сообщество представителей бактериальной массы, но и представители верома. И оказалось, что этот микробиом очень гетерогенный, сложный по своей структуре. Ну вот, если мы посмотрим некоторые исследования, вот одна из этих работ нам открывает совершенно новые горизонты представления. О представителях верома вы видите, что здесь более 8 тысяч обследованных людей. И самую верхнюю строчку верома занимает герпес-вирус человека. Как классические латентные инфекции, потому как способность к латентному существованию, это их очень характерное свойство. С многократной реактивацией при определенных факторах. Вы видите, что здесь присутствуют различные другие, соответственно, представители верома. Это означает, что парадигма, то есть происхождение герпес-вирусных инфекций, может быть не только в виде внешнего инфицирования. То есть человек может уже иметь определенный набор вирусов молчащих, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать заболевания у человека. Вот вам другой пример. Микробиом после рождения. Долгое время считалось, что грудное молоко стерильно, но современные исследования показали, что на самом деле это не так. И грудное молоко имеет собственную микробиоту. И среди представителей микробиома молока, известных, оказалось, что там есть тоже вирусы. И герпес-вирусы не являются здесь исключением. Поэтому здесь достаточно интересный возникает вопрос, до конца не ясный пока, не определились еще ученые, сколько может быть в норме этих герпес-вирусов. Скорее всего, это минорное количество, небольшое количество их, которое не вызывает клинические проявления манифестной формы инфекции. Только в этом случае мы можем говорить о том, что человек здоров, то есть нет никаких отклонений, нет признаков астрофазной инфекции. И нет угрозы для, соответственно, самой матери или ее ребенка при грудном вскармливании. Важная связь микробиома с иммунитетом изучается в последнее время в связи с тем, что открыто большое количество представителей микробиома. На сегодняшний день известно о том, что если редкие респираторные инфекции, отсутствие репликации герпес-вирусов, то есть нет проявлений герпетических инфекций, нет никаких кишечных инфекций, Соответственно, тогда нормальная проницаемость кишечной стенки, барьер работает полноценно, происходит необходимая поляризация иммунного ответа, правильный каскад цитокинов, нет воспалительного ответа, Формируется полноценная иммунная толерантность, которая должна в норме происходить, и, соответственно, микробиом достаточно разнообразный, так как и должно быть в норме. Но если частые респираторные инфекции, организм не справляется, все чаще специалисты в мире говорят о так называемом синдроме недостаточности слизистых оболочек, что может наблюдаться в том числе и при кишечных инфекциях, при частых герпес-вирусных инфекциях, мы позже поговорим, какие факторы реактивации, также описано при SARS-CoV-2, то есть при COVID-19, и что мы в результате получаем? Мы получаем дисбиоз, нарушение состава микробиота, мы видим, что у этих пациентов, мы можем у них выявить нарушение проницаемости, соответственно, стенки кишечной, мы видим неправильный каскад цитокинов, иммунную дисрегуляцию, обеднение, соответственно, представительства микробиома, и возникает такой замкнутый круг, то есть эти изменения провоцируют повторяющиеся инфекции, и, соответственно, в том числе нарушение в мукозальной иммунной системе. Какие же причины, соответственно, этих респираторных инфекций, формирование часто болеющих контингентов пациентов? Оказалось, что среди различных причин, особенно у детей, выделяют атопическую конституцию, то есть наличие определенного набора признаков, характерных для ИГЕ-зависимых заболеваний. В классическом понимании ИГЕ-зависимых заболеваний, то есть истинно аллергические заболевания, это атопическая, аллергическая, эндогенная, бронхиальная астма, это, конечно, аллергический венит и некоторые формы, ИГЕ-зависимые формы атопического дерматита. Но атопии присущие более редким еще состояниям, также описано при пищевой, инсектной и при лекарственной аллергии, но это намного реже встречается. Классические три заболевания мы назвали, и это очень важная причина, важный фактор риска повторяющихся герпесвирусных инфекций, что мы должны обязательно учитывать при сборе анамнеза, при диагностике. Если у нас пациент с наличием таких заболеваний, или одного, или нескольких, то, конечно, он находится автоматически в группе риска. Мы с вами видим, что среди причин это нарушение микробиоциноза, которое бывает различное происхождение, мы об этом еще скажем, и, конечно, сами по себе герпесвирусные инфекции, если они уже возникают, потому что инфицирование может быть, конечно, в том числе людей и без атопической конституции, мы это должны понимать. И это все вместе или по отдельности приводит к формированию речегов хронической инфекции, или, соответственно, к иммунным нарушениям, недостаточности слизистых, как мы уже говорили, и в том числе к циркуляциям, в том числе персистирующим, так называемым, инфекциям, которые полностью не исчезают. Это связано еще и с тем, что есть особенности иммунного ответа, иммунного статуса у пациентов с атопической конституцией. Но здесь показано, что это у детей, на самом деле это в целом и у детей, и у взрослых, преобладает TH2 иммунный ответ. Здесь показано очень коллеги, у нас небольшой был технический перерыв, но я надеюсь, что это не нарушит ваше внимание и интерес к лекции. Мы остановились с вами на данном слайде, и мы говорили о том, что у детей с атопической конституцией преобладает TH2 иммунный ответ. Это, в том числе, TH2 иммунный ответ встречается в норме при рождении, во время беременности, но он в последующем должен у детей переключаться в TH1 иммунный ответ, потому как это крайне важно для формирования противоинфекционного, противовирусного иммунитета, защиты от внутриклеточных агентов. И еще также это важно в связи с тем, что именно формирование иммунной памяти происходит благодаря именно TH1 иммунному ответу. Но почему это переключение не происходит или частично, или полностью у пациентов с атопической конституцией, мы сейчас с вами постараемся понять. Но прежде чем это сделать, мы должны сказать о том, что причины нарушений указального барьерного иммунитета очень различны. На сегодняшний день уже описаны более 450 отдельных нозологических форм, которые относятся к первичным поломкам иммунной системы. То есть, на самом деле, огромное количество, потому как буквально 25 лет назад этих заболеваний было всего порядка 150 нозологических форм международной классификации. И они встречаются не только у детей, но и у взрослых. Здесь, конечно, важное значение имеет определенное повреждающее или запускающее действие ряд возбудителей, ряд кишечных вирусов, респираторных и герпесовирусной инфекции. В частности, вирус Эпштейна-Бар может запускать некоторые механизмы, механизмы ускользания от иммунного ответа. Конечно, это применение иммуносупрессивных факторов, иммуносупрессии, связанные с медицинскими причинами. Мы более подробно об этом будем говорить в следующей лекции, которую я буду читать через некоторое время, связанные именно с ролью иммунной системы и рациональным подходом к возможности помощи нашему иммунитету при различных состояниях и заболеваниях. Но здесь есть и другие причины. Они здесь перечислены. И микродефициты, и дефицит белка, и дегидратация, сочетание различных факторов. Но мы возвращаемся с вами к герпесовирусу человека, потому как данный слайд адресован тем врачам и пациентам, которые считают, что не надо лечить герпесовирусную инфекцию, к сожалению, такие есть у нас, коллеги. Обратите, пожалуйста, внимание. Возникает вопрос, а сколько же герпесовирусов человека могут вызывать в заболевании? Вот первая колонка – это герпесовирусы, их сокращенное международное название. Вторая колонка – низологические формы, основные клинические проявления. И третья – ассоциированное состояние. Вирусы первого и второго типа. Вирусы, соответственно, вызывающие простой герпес. Конечно, в классическом понимании это острый гингивостоматит, это оролобиальный герпес, герпес гладкой кожи, так называемый визикулярный дерматит. Но может быть и, соответственно, герпетиформный экземокапоши, который не так часто, но стал встречаться у детей. Позже будут клинические примеры. Я вам покажу, как это выглядит. Это, конечно, аногенитальные поражения. Есть отдельно формы герпеса с поражением, соответственно, фалангов пальцев в виде герпетического панорицы, офтальма герпеса и тяжелых проявлений в виде энцефалитов и распространенных проявлений. Отдельно мы говорим про вирус валицелозостер, герпес вирус третьего типа, причина ветряной оспы и опоясывающий герпес, или герпес зостера, один возбудитель, но две болезни. Далее герпес вирус четвертого типа, или вирус Эпштейна-Бар, в классике жанра это инфекционный мононуклеоз. На сегодняшний день известно, что это не только мононуклеоз, это онкогенный вирус, способный вызывать лимфопролиферативный синдром, онкогенную трансформацию клеток, описанные случаи развития назофарингеальной карциномы лимфомы Беркета, а также некоторые другие более редкие состояния, в том числе мы знаем о том, что изучение синдрома хронической усталости во всем мире связано с вирусом Эпштейна-Бар, начало изучения. А в англоязычной литературе инфекции, связанные с вирусом Эпштейна-Бар называют kissing disease, болезнь поцелуев подростков. Но и, конечно, цитомегаловирус, герпесовирус пятого типа, уникальный вирус, потому как первичная инфекция может быть уже латентной, и сразу может быть хроническое течение, выделяет отдельно инфекции новорожденных, конгенитальную форму цитомегаловирусной инфекции, отдельная проблема – это цитомегаловирусная инфекция после трансплантации органов и тканей, конечно, у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Если вы обратите внимание на ассоциированные состояния третьих холонг, то вы увидите, здесь красным выделено, то, что синдром потери плода может быть при простом герпесе, при цитомегаловирусной инфекции. Они нередко могут сочетаться, и тогда реализуется то, что мы больше всего опасаемся. Именно поэтому в прегравидарной подготовке, забегая вперед, очень важно вовремя выявить инфекцию, если необходимо, пролечить до наступления беременности. Герпес вирусной инфекции 6 типа, фактически представлены двумя самостоятельными вирусами 6А и 6Б. И здесь, конечно, в классическом выражении, это внезапная экзантема на врожденных или розелла инфантум, единственная, еще называют шестой болезнью, единственная из герпес вирусных инфекций, которая не требует специального лечения. Если, конечно, это не иммунокомпрометированный пациент, с этой инфекцией может быть связано с герпесом 6 фибрильные судороги, но они доброкачественные, быстро проходят. Но, к сожалению, могут быть и отдельно формы инфекционного мононклеоза, вызванного как цитомегаловирусом, так и герпесом 6, то есть помимо вируса Экштейна-Барк, или их сочетанием. Описаны также более редкие формы с поражением головного мозга, есть даже формы, соответственно, как мы уже говорили, хромосомно-интегрированной инфекции, и изучение синдрома хронической усталости также связано с этим возбудителем некоторых лимфопролиферативных состояний. При назначении антибиотиков нередко могут развиваться временные аллергические реакции, так называемый ДРС-синдром, это описано для ВЭП-инфекции, герпеса 6. При отмене этих препаратов соответственно реакция проходит и больше не возникает. Ну и вот герпес-вирусная инфекция 7, похожий на герпес-вирусную инфекцию 6. Примерно 10% внезапных экзантемы связаны с этим вирусом, но его активно изучают в развитии синдрома хронической усталости во всем мире. Синонимом синдрома хронической усталости является хронический миологический энцефаломиелит. То есть понятно, что из этого названия вытекает серьезность поражения головного мозга. Ну и конечно, в том числе субфеврилитет, лимфоденопатия может быть связана с этими лимфотропными вирусами СВЭП, с герпесом 6 и герпесом 7. Ну и более редкий возбудитель это герпес-вирус 8, который может вызывать лимфоденопатию диаремийный синдром. Ассоциирован не во всех случаях, но в том числе с развитием саркома Капоши. Часть ее форм у пациентов с ВИЧ-инфекцией и с болезнью Костелмана. Более редкая инфекция в целом у человека. Какие же причины реактивации герпес-вирусов? Их можно разделить на три большие группы. Внутренние причины, внешние и свойства самих герпес-вирусов. Внутренние связаны, конечно, в большей степени с генетическими индивидуальными факторами. Здесь некоторые из них показаны. То есть это мутация определенных генов, полиморфизмы системы HLA. Также выявление определенных генов, предрасполагающих к более тяжелому течению герпес-вирусной инфекции. Именно поэтому это объясняет, почему, например, в одной семье, допустим, кто-то болеет тяжелее, чем все остальные члены семьи, или один человек болеет, другие не имеют клинических проявлений инфекции. Это именно связано с определенными особенностями как иммунной системы, так и генетическими факторами. Конечно, как мы уже говорили, это связано с определенным наличием атопической конституции, с физиологическими факторами и с психотипом. Но огромное число внешних факторов связано с физическим воздействием. То есть, это, например, охлаждение локальное или системное. Это воздействие перегревания, в том числе ультрафиолета, микротравмы лазером. Это применение различных видов терапии, которые ослабляют соответственно иммунную систему, вызывают реактивацию вирусов. Например, оперативное вмешательство, применение иммуносупрессивной терапии, в том числе биологической терапии. Это различные системные заболевания, такие как сахарный диабет, онкологические заболевания. Некоторые инфекционные заболевания здесь перечислены. Например, грипп, частые респираторные вирусные инфекции, пневмония COVID-19, то есть являются факторами риска, так же как и менингит сам по себе, брюшной тип, ВИЧ-инфекция, это факторы риска герпесвирусной инфекции, то есть реактивации этих инфекций при наличии уже инфицирования. Соответственно, важно это учитывать при проведении диагностики, понимать, что герпесвирусная инфекция может быть как самостоятельным заболеванием, так и маркером более серьезной патологии в организме. Ну и, конечно, свойства самих герпесвирусов здесь множество описанных механизмов, так называемого ускользания от иммунного ответа, иммунный скейп, эвазии, возбудители программы эвазии. Если коротко, то герпесвирусы создают специальные вещества, обманывающие иммунную систему, эти вещества встраиваются в внутриклеточный сигналинг, и, соответственно, иммунная система может не видеть герпесвирус. Именно это и обуславливает их низкую иммуногенность. Если мы с вами, как врачи-клиницисты, вспомним классификацию МКБ-10, то мы с вами найдем известные нам коды. Для простого герпеса существует два кода. Б00. Это все формы простого герпеса, вызванные вирусами первого и второго типа, за исключением анагенитальных поражений. То есть это поражения орлобиальной, генгивостоматит, органозрения, менингенцефалит, соответственно, глютеальное поражение, сейчас мы об этом еще скажем. Но при этом анагенитальная инфекция, генитальный герпес, это А60-код, который чаще используется в практике гинекологов, дерматовенерологов, когда мы говорим именно про генитальные поражения, первичные или рецидивирующие поражения, есть коды B01, B02, соответственно, ветряная, герпес, зостер, B25, это мегаловирусная инфекция, B27, инфекционный иммунонуклеоз, все его варианты, B08.2, это внезапная экзантема, и вот есть, соответственно, герпес беременных, но обычно коды с буквой О, там может быть О98.5, здесь показано О26.4, они обычно сочетаются с конкретным вариантом герпесовирусной инфекции, то есть, например, простой герпес, или генитальный, или ветряная у остопеременных, или другое проявление, что часто возникает, например, цитомегаловирусная инфекция, ну а врожденные формы инфекции встречаются крайне редко, это хорошо, что они редко встречаются, но очень опасные. Вот поствирусный синдром усталости тоже редкий код, но тем не менее, его используют. Какие же алгоритмы диагностики? Основные алгоритмы диагностики предполагают именно клиническое клиническое обследование, объективное обследование пациента. Здесь схематически показаны элементы сыпи, язва, корочка и визикла, ульцер, красный, визикл. Мы понимаем, что если у одного пациента мы видим сразу, одновременно, все эти три элемента, это может говорить нам о чем? О том, что или это тяжелые течения герпесовирусной инфекции, или это непрерывное рецидивирующее течение, или это, например, встречается при ветряной оспе, когда элементы в разной стадии развития, то есть полиморфизм, сыпи. Но такое бывает и при простом герпесе, что требует, конечно, дифференциальной диагностики, потому что одно не исключает другого. Поэтому мы оцениваем общие симптомы, местные симптомы, характер высыпания, наличие поражения гнилопатической системы, правильно собранный анамнез, в том числе наследственно-семейный, ну и, соответственно, результаты проведенной диагностики, в том числе это показания монологические данные. Какие методы непосредственной диагностики? Давайте мы их назовем. Конечно, это клиническая диагностика, то есть врач должен осмотреть пациента объективное, физикальное и общеклиническое обследование, сбор анамнеза. Сам по себе осмотр осуществляется тем врачом, который осуществляет непосредственно диагностику в данный момент. Это может быть и терапевт, и педиатр, это может быть дерматолог, венеролог, акушер-гинеколог, инфекционист, иммунолог, аллерголог, офтальмолог, врачи разных специальностей в зависимости от того, к кому пациент в первую очередь обращается. Сирологическая диагностика предполагает определение вирус-специфичных антител герпес-вирусов. В нашей стране и в целом в мире мы рекомендуем использовать и рекомендуется к использованию антитела в количественном формате ИГМ и ИГГ классов. ИГА редко используется для клинической диагностики. Важно, чтобы они были в количественном формате. А вы поинтересуетесь в ваших лабораториях, какие используются антитела в диагностике. Так называемый торч-комплекс вот мы об этом уже начали говорить используется для прегравитарной подготовки. Что такое торч? Это таксоплазма, ТО это азер, другие инфекции, АР это рубелла, краснуха, СИ это цитомегаловирус и АШ это герпес-симплекс. То есть это набор тех инфекций, которые мы смотрим, в частности в нашей стране, активно проверяем до наступления беременности. Хотя европейские коллеги не рекомендуют активно это использовать, но у нас есть определенная сложившаяся практика, которая оправдана многолетним опытом такого применения. То есть мы должны понять, например, яркий пример, если женщина не имеет соответственно антител к цитомегаловирусу, она очень сильно рискует получить эту инфекцию во время беременности. Это может быть причиной невынашивания синдрома потери плода. Поэтому мы должны заранее знать такую информацию и соответственно проводить профилактику необходимую. Госпитальный комплекс это классические четыре инфекции антителак ВИЧ соответственно суммарный антителак вирусу, гепатита CHBS антиген и комплекс серологических реакций на сифилис обязательно при тяжелом средне-тяжелом течении герпесовирусных инфекций в случае если пациент госпитализируется. Молекулярно-биологические методы метод ПЦР метод амплификации глиниевых кислот то есть мы определяем ДНК герпесовирусов в качественном или количественном формате. Ну и соответственно предпочтение даем методу реал-тайм в реальном времени и у нас есть некоторые методы которые позволяют генотипирование осуществлять и разделять вирусы и конечно важна вирусная нагрузка то есть количественный формат золотое правило лабораторной диагностики минимум два метода то есть помимо клинического серологические и молекулярно-биологические методы применяются на панели например фемофлор андрофлор применяется когда мы смотрим сразу микробный пейзаж на слизистых и можем оценить как у детей так и у взрослых наличие скрытых или уже явных проявлений соответственно вирусных инфекций герпесовирусных инфекций в сочетании с нарушением состава микробиоты другие методы используются реже то здесь показаны и вирусологический метод и иммуноблотинг он более дорогой метод иммунофлоресценция конечно используется оценка иммунного статуса по показаниям но опять же здесь очень важно понимать что это не всем подряд мы осуществляем такую диагностику а только в случае неэффективности лечения и частых рецидивирующих форм когда классические подходы классическое лечение не помогают таким пациентам тогда конечно мы уже осуществляем глубокое иммунологическое обследование и необходимы другие инструментальные методы диагностики какие клинические формы простого герпеса то есть герпесовирусных инфекций первого и второго типа выделяют у пациентов но фактически мы должны озвучить что есть острая форма то есть поражение кожи слизистых оболочек типичные да то есть например острая гингивостоматит и уролобиальные проявления есть латентная форма или инопарантная когда нет клинических проявлений но инфекция уже произошла когда-то в прошлом и их не так много около 20% и в течение жизни происходит реактивация соответственно возбудителя из латентного состояния в реактивированное и обратно соответственно при наступлении ремиссии из реактивированного состояния возвращение в латентное состояние при реактивации а мы факторы риска называли реактивации что происходит происходит соответственно антероградное распространение по средствам акционального транспорта то есть по нервным окончаниям из паровертибральных ганглиев если это поражение кожи соответственно ниже головы и шеи да в том числе генитальная локализация вирус поступает на кожу слизистой вызывает высыпание если это в области головы соответственно это тригиминальный ганглей и поражение в области лица губ носа в полости рта хроническая форма типичная описанная но не более 20-25% обычно в популяции это 10-15% и только у группы риска по которым мы также называли пациенты с этапической конституцией пациенты с ВИЧ-инфекцией пациенты с различными монодефицитами частота клинических проявлений достигает 80-90 и даже более процентов но выделяет атипичную форму именно для простого герпеса особенно генитальные поражения 60-80% этих форм не имеют клинических проявлений классических в виде визикулезной сыпи но при этом заболевание может передаваться но выделяет также абортивную форму когда возникает острое обострение соответственно хронического течения заболевания оно быстро самоокупируется это связано или с особенностями организма который справился с инфекцией или потому что пациент начал получать вовремя терапию и заболевание не развивается дальше это абортивная форма инфекции и медленная инфекция опасная тем что если она развивается то к сожалению прогноз неблагоприятный обычно с развитием энцефалита то есть поражением центральной нервной системы какие же клинические проявления простого герпеса известны мы об этом уже говорили но здесь схематически как раз показано о том что вирусы и первого и второго типа могут поражать как соответственно верхние части тела кожу и слизистой оболочки так и генитальный тракт но возможно поражение внутренних органов то есть так называемый висцеральный герпес и мы понимаем что для вирусов первого типа в большей степени характерно поражение верхней половины тела для вирусов герпеса человека второго типа чаще генитальные поражения но на сегодняшний день все чаще мы встречаем генитальные поражения в том числе вызванные вирусами первого типа что важно учитывать для проведения прегравидарной корректной диагностики но как я уже говорил есть более редкие поражения вот например герпес соответственно герпетические панорицы поражение в области фалангов кистей и стоп описаны как у детей так и у взрослых это очень опасная форма потому как если беременная женщина имеет герпетические панорицы очень высокий риск заражения в последующем соответственно будущего ребенка и развитие герпеса беременных в диссеминированной распространенной форме герпес гладиаторум герпес борцов то есть когда поражается кожа области лица передней стенки в области грудной клетки в проекции да также интересная форма которая встречается у спортсменов я сейчас покажу на клинических примерах ну и мы понимаем что если посмотреть в целом то уролобиальные поражения это 60-75% примерно распространенность а на генитальные это 20-30% но чаще конечно обращаются пациенты с генитальным герпесом а уролобиальные инфекции просто не лечатся и обращение происходит за медицинской помощи только при средне-тяжелом тяжелом течении когда они могут сами справиться пациенты ну и поражение в области ягодиц глютальное поражение около 10-15% и здесь интересная интересная данная о том что до 4-5% всех злокачественных новообразований ассоциированы с развитием герпес-вирусов человека этот вопрос изучается но все ли мы знаем о простом герпесе вот данные одного систематического обзора показывает нам ассоциацию соответственно различных состояний заболеваний с вирусом герпеса человека первого типа но и здесь показано что поражение кожи может быть как гладкой кожи так и генитального тракта поражение органозрения это может быть острогерпетический кератит конъюнктивит увеит и даже острый ретинальный некроз этому посвящены определенной работе уролобиальные поражения так называемый простудный герпес почему его и называют иногда простудой на губах но возможно и развитие поражения головного мозга в виде энцефалитов мининга энцефалитов и самое удивительное то что уже более 20 лет известно возможности запуска развития болезни альцгеймера именно герпес вирус выступает кофакторами в этом процессе отмечается патоморфоз простого герпеса что это значит меняется клиническая картина проявления о которых мы ранее знали но в частности мы уже назвали что преобладает вирус первого типа среди случаев герпеса новорожденных на натального герпеса в том числе поражение генитального тракта у женщин и у мужчин увеличение доли герпетических энцефалитов соответственно увеличение доли герпетиформ экземокапыш а я вам сейчас скоро покажу насколько это серьезная инфекция как она выглядит у взрослых и у детей более высокая частота сочетанных инфекций то есть между собой герпес вирусы сочетаются это важно учитывать при выборе терапии ну и конечно есть отдельные состояния например хроническая тазовая боль бактериальный вагиноз когда очень часто герпес вирусы могут циркулировать и обнаруживаться взаимосвязь с хроническими серьезными заболеваниями как мы уже говорили в том числе ВИЧ спид-индикаторные заболевания ну и протилактические вакцины к сожалению в отношении вирусов первого второго типа малоэффективны хотя лечебное направление развивается ну вот какие показания требующие госпитализации в частности если мы продолжаем говорить про простой герпес это конечно поражение головного мозга менингита энцефалит это диссеминированная инфекция типичные формы при средне-тяжелом тяжелом течении крестцовая радикулопатия с выраженным болевым синдромом конечно это гангренозные формы они редко встречаются любые варианты висцерального герпеса сама по себе герпетифорная экзема капоши внезапная экзантема средне-тяжелого течения это уже относится к герпесу 6 но также может быть отдельно напоминать распространенный простой герпес и генитальный герпес во время беременности и перед родами это конечно требует обязательно госпитализации но давайте посмотрим некоторые примеры вот вам пожалуйста пример первый простой герпес причем это уникальное наблюдение верхняя слайд слева это первичный вариант соответственно с поражением губ и десны первичный гимнгивостоматит у детей первичная форма ее чаще пропускают но здесь было зафиксировано а вот справа у ребенка глаза интактны мы видим что они здоровы но кожа вокруг глаз она имеет поражение то есть веки и верхние и нижние особенно нижние поражены герпетическими высыпаниями это тоже простой герпес переорбитальной локализации второй пример герпетический панориц как мы уже говорили к сожалению встречается как у взрослых так и у детей здесь показано соответственно поражение у ребенка опасно потому что это достаточно глубокое может быть поражение болезненное долго поддающиеся лечение поэтому важно вовремя выявлять эти нарушения потому что мы понимаем что панорицы чаще всего бактериальное происхождение но как оказалось может быть и герпетической природы вот вам другие поражения например следующая третья группа примеров посередине сверху мы видим оролобиальные поражения соответственно это вызвано вирусом первого второго типа а слева сверху и справа сверху мы видим с вами четко поражения ограниченные в определенной зоне это опоясывающий герпес у детей то есть соответственно врицелозостерная инфекция герпес зостр у детей именно с поражением системы троничного нерва видим что поражение четко ограничено определенным дерматомам вовлечена глазная ветвь и слева это надглазничная область в области лба а справа мы видим что вовлечена и глазная и лицевая ветви и надглазничная то есть более распространенные поражения внизу у детей это не герпес это папилломовирусная инфекция напоминающая герпес а справа внизу это у нас ветряная оспа мы видим полиморфизм проявлений высыпаний другие примеры вообще герпес может поражать любые области вот здесь показаны как орлобиальные проявления сверху поражения губ так и области щеки области мочки уха области языка мягкого неба что требует дифференциальной диагностики внизу особенно вот в середине это отечный эндуративный герпес после введения филеров это пожалуйста да вот то есть не был учтен анамнез рецидивирующего герпеса и применение соответственно средств в клинике эстетической медицины привел не к эстетическому эффекту а к развитию тяжелого отечного герпеса который требует длительного лечения вот чтобы этого не было очень важно вовремя собирать анамнез и правильно назначать терапию в том числе профилактическую в случае наличия рецидивирующих форм герпеса этого можно было бы избежать вот справа внизу интересная форма скрытый простой герпес скрыт скрыт розаций и мы из-за наличия розаций не видим соответственно микрофокусы герпеса на самом деле он есть такое тоже описано вот пожалуйста герпес гладиатурам это соответственно герпес борцов то есть может встречаться как на лице так и на коже соответственно груди при контактных видах спорта микрофокусы визикулезной сыпи которые видны при дерматоскопии под увеличением они могут быстро исчезать за счет того что за счет трения вы просто можете не увидеть визикулезную сыпь но это скрыто за счет сибарейного дерматита но это можно соответственно увидеть если внимательно следить за пациентом и очень часто таких пациентов безуспешное длительное лечение иногда даже годами им назначают местную терапию она им не помогает потому что применяют антимикробные противобактериальные средства у пациента помимо гормональных изменений может быть именно вирусная инфекция кожи в виде простого герпеса есть генитальные поражения они разные совершенно здесь я подробно не буду останавливаться мы это разбираем когда общаемся с дерматовенерологами с гинекологами совершенно так же разные как классические так атипичные проявления отечные булезные формы бывают соответственно эритоматозные формы когда вообще нет визикулезной сыпи герпес новорожденных герпес беременных очень жизнеугрожающее состояние потому что неонатальный герпес сопряжен с высокой летальностью вы видите насколько серьезные поражения соответственно в том числе диссиминированные поражения когда практически не остается свободных кожных покровов свободных высыпаний это конечно очень опасно и это можно абсолютно предупредить если осуществлять прегравидарную подготовку и назначение супрессивной терапии в том числе беременном когда есть медицинские показания а вот так выглядит герпетиформ на экзема капоши обратите пожалуйста внимание это высыпания могут быть разной локализации достаточно тяжелая форма простого герпеса у детей дети нуждаются в интенсивной терапии также летальность может достигать 20% тяжелые течения инфекции вы видите что это сливные высыпания с геморрагическим соответственно характером с эритоматозным распространенные склонные к диссеминации поэтому это требует отдельного внимания и важно учитывать что если у пациента атопический дерматит он находится в группе риска по развитию вот этой формы как раз инфекции опоясывающий герпес соответственно сверху показано поражение межреберьях внизу слева поражение мягкого неба как мы уже говорили для простого герпеса это характерно и для варецелозостром инфекции это характерно а вот фотографии соответственно справа вверху это поражение верхней челюстной ветви системы тройничного нерва это опоясывающий герпес у девочки а внизу это синдром ханта то есть поражение нижней челюстной ветви и ушной с выраженным болевым синдромом если вовремя не назначить терапию дети мучаются от выраженной боли и эта боль может сохраняться на длительное время то есть очень важна соответственно не столько местная сколько терапия системная внезапная экзантема доброкачественное заболевание это герпес 6 обычно встречается у детей до 5 лет как правило у маленьких может быть и до года встречаться но это такие вот высыпания которые соответственно это доброкачественное заболевание несколько дней высыпания сохраняются потом они просто исчезают кожа сама очищается вот есть другие герпетические поражения соответственно сверху мальчик с лимфоденопатией соответственно слева это получается третья фотография видите с лимфоденопатией это инфекционный мононуклеоз левее это африканский ребенок с лимфомой беркета соответственно наличие злокачественного заболевания вызвано вирусом обштейна бар соответственно слева вверху это гидроцефалия вызванная цитромегаловирусом снизу слева это соответственно тератогенные действия цитромегаловируса посередине снизу это волосатая ликоплакия при веб-инфекции как правило встречается при вич-инфекции при иммунодефицитах и справа вверху и внизу это у нас так выглядит саркома капоши причем то есть это может быть связано с вич-инфекцией не связано если не связано чаще у пожилых у молодых чаще связано с вич-инфекцией ассоциировано с герпесом вирусом восьмого типа вот пожалуйста пример собственного наблюдения один из примеров когда сочетание сразу нескольких вирусов вирус Эпштейна-Бар герпес-6 вирус Варицел-Азостер то есть у взрослого пациента витряная оспа в сочетании с герпесом-6 и вирусом Эпштейна-Бар до лечения и через два месяца после терапии когда полностью прошла репликация герпес-вирусов кожа очистилась пациент выздоровел есть другие проявления более тяжелые проявления простого герпеса которые встречаются у пациентов с иммунодефицитами в частности при ВИЧ-инфекции это язвенные поражения глубокие поражения и они могут длительно сохраняться как у детей так и у взрослых при этом герпетическое поражение органов зрения может быть вплоть до потери соответственно зрения потому как может быть помутнение прозрачных сред глаз вот как раз у пациентов с иммунодефицитами распространенный опоясывающий герпес если захват более чем одного дерматома это может быть соответственно индикатором или лимфопролиферативного заболевания или ВИЧ-инфекции поэтому важно понимать что если мы имеем опроясывающий герпес соответственно распространенный то нам необходимо исключать иммунодефицитное состояние ну вот картина соответственно уже ВИЧ-инфекции когда выражена лимфодонопатия когда саркома капоши с поражением вот на десне вот слева показано то есть развитие лимфомы справа то есть когда это не просто лимфодонопатия а уже верифицированная морфологически лимфома именно так называемое ВИЧ-ассоциированное лимфопролиферативное заболевание ну и конечно коллеги мы должны учитывать дифференциальную диагностику то что визикулезная сыпель и визикулезная экзантема может быть связана как с инфекционными так и неинфекционными заболеваниями здесь как раз это показано мы конечно это помним и как я уже говорил золотое правило диагностики лабораторной использование двух методов сочетания клинических лабораторных методов вот из лабораторных методов можно привести примеры атипичные мононуклеары да это при веб-инфекции но они могут встречаться и при герпесе 6 так называемый савиный глаз встречается при цитомегаловирусной инфекции окраска под цанку устаревший метод но используется при простом герпесе при валицелозостренной инфекции ну вот сверху кстати вверху это вот показана электронная микрофотография простого герпеса пцр инситу такой метод модифицированный пцр принципы терапии герпесовирусных инфекций предполагает этиотропное лечение это циклические мукулиозиды которые должны быть назначены первые 6-24 часа от начала заболевания будь то это первичная инфекция или реактивированная форма может применяться заместительная терапия в виде иммуноглобулинов интерферонов по медицинским показаниям и конечно патогенетическая терапия предполагает соответственно некую помощь пациентам могут быть некоторые иммунотропные подходы соответственно могут назначаться пробиотики симптоматическая терапия если выражены болевой ситром соответственно анальгетики противовоспалительная терапия дезинтоксикационная могут применяться антиоксиданты межрецидивный период очень важно правильное консультирование обучение пациентов но если мы говорим про простой герпес то все соответственно варианты терапии делятся на три основных сценария терапия первичной инфекции терапия рецидива соответственно конкретного рецидива и терапия профилактическая пролонгированная соответственно которая назначается на длительный период если количество рецидивов меньше 6 раз в год то тогда мы назначаем как правило терапию рецидива если 6 и более раз в год то как правило предлагается пролонгированное лечение не менее 1 месяца до 12 месяцев и более под медицинским наблюдением вот терапия первого эпизода здесь мы применяем ацикловир, валцикловир, фамцикловир в известных дозах соответственно чаще вы столкнетесь вот с этими схемами когда терапия именно рецидива рецидива конкретного и мы отдаем предпочтение балоцикловиру почему? потому как у него высокая биодоступность возможность назначения два раза в сутки и высокий уровень достоверности значимости рекомендаций что включено в российские и европейские международные рекомендации ну и терапия пролонгерная или супрессивная терапия соответственно здесь в зависимости от того какой нокулиозид вы назначаете если валоцикловир то тогда не менее 500 мг в сутки в длительном режиме может быть и 1000 мг в сутки для детей в нашей стране валоцикловир зарегистрирован официально с 12 лет хотя допустим в Канаде в США и некоторых западных странах в Великобритании валоцикловир разрешен в третьем трим instance беременности кстати самая низкая частота на ум натальном герпесе в Великобритании потому что на используя специальный протокол и предотвращать развитие на ум натальном герпесе иммунный статус при герпесе это родилось то тем что мы уже говорили есть коморальный имунный ответ антитела есть муокозальный и клеточный иммунитет именно муокозальный клеточный иммунитет выбирает решающую роль предупреждений рецидивов и обеспечивает выздоровление пациентов но чтобы это произошло мы с этого начали, у нас должна быть, соответственно, правильно работающая иммунная система. И поляризация иммунного ответа, как оказалось, зависит от нормальной микробиоты, ее активности, ее присутствия. И вот, в частности, есть такой представитель, лактобациллус ромнозус, который в присутствии трансформирующий фактор роста бета-интралекина-10, и, соответственно, при взаимодействии с TH3-лимфоцитами, регуляторными лимфоцитами, поляризуют иммунный ответ. И с TH2, о котором мы говорили, в TH1, то есть формируется противоинфекционный иммунитет, который нам необходим и для иммунной памяти, и для, соответственно, предотвращения рецидивов герпеса, потому как TH1-иммунный ответ – защита от внутриклеточных агентов. Но, соответственно, микробиота очень сильно зависит от ее деятельности, от того, достаточное ли количество бифидолактобактерий, как работают клетки Панета, как это все влияет в лимфоидных образованиях желудочно-кишечного тракта, лимфоидные фолликулы, пейровые бляшки, в которых происходит, соответственно, выброс цитокинов, которые определяют поляризацию этого иммунного ответа именно в лимфоидных образованиях. Но микробиомы известны, что участвуют в развитии хронических заболеваний, мы периодически этого касаемся, и важно подчеркнуть, что если есть нарушение состава микробиота, это влияет на развитие серьезных состояний, вот мы уже говорили, и о топических заболеваниях, избыточного веса, соответственно, и некоторых других иммунологических отклонений. Известны функции нормальной микробиоты, среди которых, конечно, это колонизационная резистентность, иммуномодулирующий эффект, который реализуется, помимо пищевой толерантности, через так называемую галат-систему, иммунную систему слизистых оболочек. И, конечно, микробиот участвует в процессах метаболической адаптации, в обмене макро-микронутриентов, детоксикации, в пищеварительной функции, в стимуляции моторики. Но, как это было показано еще исследователями ранее, и в том числе Ильичом Мечниковым, и демонстрируется в последнее время на современных методах, о том, что иммунная роль микробиота достаточно значима, и это не только секреция иммуноглобулина А. Ну и, конечно, влияние на интеллектуальный потенциал человека, на качество и продолжительность жизни. Вот одна из работ канадских о том, что микробиоциноз влияет на развитие аутизма, нейровоспаления, даже синдром хронической усталости. А мы с вами помним, что синдром хронической усталости ассоциирован с герпес-вирусами 4, 6 и 7 типов. Поэтому, соответственно, микробиота может влиять как с герпес-вирусами, так и без них в развитии вот этих состояний. И известные лактобактерии, лактобацилус, ацедофилус, козей, плантарум, выполняют как физиологические, так и фармакологические эффекты. Мы знаем, что есть хорошие микробиоты, есть плохая микробиота, условно называя плохую, такие как представители кластриди в дефицере, перфрингенс, некоторые теракоки, компилобактеры. И мы знаем, что причина нарушения состава микробиоты разная. Это применение антибиотиков, это, соответственно, кесарево сечение, позднее прикладывание груди, отсветствие грудного вскармливания, некоторые именно дефицитные состояния, как первичные, так и повторные. Это различные инфекции, как мы уже говорили, кишечные, герпес-вирусные инфекции. Это наличие атопии и, конечно, малябсорбции. То есть получается, что факторы внешней среды, environment factors, генетические факторы влияют на стабильность микробиома, развитие, соответственно, дисбиоза. Это, в свою очередь, приводит к иммунодисрегуляции и к запуску развития хронических заболеваний. Есть, конечно, методы, которые позволяют нам оценить это. То есть различные методы диагностики, друшения микробиоциноза, и молекулярно-биологические, и микробиологические пассивы, и серологические методы. В том числе внедряются генетические методы анализа. Мы оцениваем, соответственно, если нужно, проводим эндоскопию. Даже, возможно, применение биопсии, когда проводится дифференциальная диагностика, чтобы исключить врожденные заболевания. Ну и, конечно, с учетом клинических рекомендаций международных, мы проводим терапию. Терапия рациональная должна быть. Если мы устанавливаем развитие антибиотикорезистентности, то мы должны отменить эту терапию или заменить препарат. Ну и применяются по показаниям детоксикации, энтеросорбции. И, конечно, применяются препараты в виде, соответственно, различных представителей элбиотической терапии, которым разделяются на пребиотики, синебиотики и метабиотики. Но чаще всего дается предпочтение пробиотикам, живым представителям микробиоты, влияния которых очень существенно важны на мукозальный иммунитет. Оказалось, что микробиом невидимый орган человека. Мы это всегда подчеркиваем. То есть это от 1,5 до 3,5 килограммов микробиота находится у человека в постоянном нахождении. И при этом это невидимый орган, которого влияют на различные функции, процессы. И так называемая GAT-associated lymphoid tissue, лимфоидная ткань кишечника, ассоциированная с мукозальной иммунной системой. Но не совсем правильно говорить, что 60 или 80% иммунитета находится в ЖКТ. На самом деле это не так. Но около 50% лимфоидной ткани в целом в ЖКТ. Да, это достаточно много. Около 50%. Все-таки основная часть иммунной системы сосредоточена в лимфоидных образованиях. Центральные органы иммунопоэза. Это тимус, это костный мозг, откуда происходят клетки иммунной системы. Конечно, это периферические лимфоидные образования. Но лимфоидная ткань кишечника, в ней происходит и поляризация иммунного ответа, и, соответственно, и сам по себе иммунный ответ. Ну и вот работы, которые посвящены влиянию, соответственно, профилактическому влиянию пробиотиков на респираторные инфекции, проводились в разных странах за 15-летний период. В том числе применялись мультипробиотики, 11 исследований. И метаанализ показал о том, что дети реже болеют, которые получали мультипробиотики, меньше пропускают, соответственно, секции школу, лучше, соответственно, учатся, и, соответственно, у них меньше эпизодов респираторных инфекций. Также в многочисленных работах, одна из них здесь показана, ссылка, показано, что хорошие микробиоты защищают от тяжелого развития некоторых заболеваний, в частности, пневмонии COVID-19. И показано, что пациенты выздоравливают от COVID-19, но при этом у них нарушение микробиоциноза сохраняется. Клинически они выздоровели, а нарушение микробиоциноза сохраняется, означает, что необходимо дальше работать с такими пациентами. Это британский, соответственно, метаанализ, который опубликован в BMC Medicine, достаточно свежий, 2023 года. И здесь делается серьезное заключение о том, что в большей степени микробиота связана, ее отклонения связаны с ожирением, недоеданием, воспалительными заболеваниями кишечника, нейрологическими дисфункциями и раком. Мы понимаем, что многие из них ассоциированы, в том числе, с атопией и с тем, что, соответственно, происходит колонизация не теми бактериями, которые должны быть в норме. То есть, например, кластридиум перфюрингенс, золотистый стафилококк, кластридиум дефициль, кстати, золотистый стафилококк, играет большую роль в развитии атопического дерматита и его обострении. Но мы большинство последствий уничтожения микробиота не видим сразу. Чаще всего это антибиотика ассоциированная диарея, это могут быть какие-то аллергические временные или постоянные состояния, иммунные дисфункции. Но более серьезные изменения это синдром раздраженного кишечника, синдром избыточного бактериального роста. Конечно, это изменение пищевого поведения, причем пищевое поведение формируется и достаточно так сильно закрепляется к 16 годам, потом его сложнее исправить. Поэтому важно, чтобы этот навык был сформирован уже со школьной скамьи. Конечно, это антибиотикорезистентность и метаболический синдром, избыточный вес. На самом деле последствия достаточно серьезные. Именно серьезные с точки зрения дисбиозов и уничтожения микробиоты. Вот еще один консенсус итальянский, который нам говорит о том свежий о том, что пробиотики рекомендованы в большей степени не для профилактики, а для лечения, в частности, детей. Это опубликовано в итальянском журнале педиатрическом 2021 года. Вы знаете о таком пробиотике, мультипробиотике, боксете. Боксет защищает микробиоту с первого дня антибактериальной терапии. Это продемонстрировано в клинических исследованиях. Причем боксет это первый и пока что единственный препарат, который на российском рынке представлен, и его эффективность доказана 16-с секвенированным. То есть никакой другой препарат не обладает. Пробиотический такой же эффективностью доказано 16-с секвенированным как боксет. Боксет Бэйби вы знаете, что это в виде САШЕ применяется с рождения. 7 штаммов представителей микробиоты из Европейского банка пробиотического. А боксет Форте это капсула с 3-х летнего возраста. Здесь уже 14 штаммов представителей. Вы видите, если мы посмотрим, то мы с вами найдем здесь и болгарскую палочку и, конечно, лактобациллос ромнозус. Это очень важно для наших пациентов. Но появился новый боксет боксет Cold Flu. Это 17 представителей бактерий, которые применяются в клинической практике для поддержки иммунной системы. И здесь интересно тем, что здесь добавлен ряд лактобактерий, в частности, лактобациллос ройтери. В сочетании лактобациллос ромнозус и ройтери усиливают, то есть, оказывают аддитивное, положительное влияние на мукозальный иммунитет. И данный препарат, по сути, претендует называться иммуноправиотиком. Это естественный активатор иммунной системы. При этом не вызывает грубой стимуляции иммунитета, но при этом положительно влияет на мукозальную иммунную систему, барьерный иммунитет в выработке как секреторного иммуноглобулина, так и интерферонов, в последующем переключении на выработку других иммуноглобулинов в сыворотке и какие оказывают эффекты. Вы здесь видите, то есть, повышается уровень секреторного иммуноглобулина, соответственно, иммуноглобулина слизистых оболочек, увеличивается уровень эндогенного интерферона гамма, иммунного интерферона, защита именно клеток в просвете, соответственно, проницаемости клеточной стенки, клеточных стенок кишечника, цитопротективные действия, препятствуют проникновению токсинов, канцерогенов, то есть, различных антигенов, соответственно, включая бактерии, вирусов, то есть, их транслокацию и дальнейшее распространение и такое еще дополнительное противоиспалительное действие. То есть, помимо иммуноподдерживающего эффекта, оказывают еще дополнительные положительные эффекты при, соответственно, применении у пациентов. Вот одно из исследований, которое проводилось на 82 ребенка, от 2 до 10 лет, с ОРВИ, на амбулаторном этапе. То есть, назначалась симптоматическая терапия 7 дней и симптоматическая терапия в сочетании с боксет колд флю. Ну и оценивались клинические симптомы, а также соответственно состав микробиоты. Ну и было показано, что вот клинически сокращается как продолжительность периода лихорадочного, так и ее максимальное значение. Мы видим достоверные изменения. Именно быстрее происходило восстановление температуры и меньше температуры наблюдалось в группе получавшей боксет колд флю. Также значительно сокращается продолжительность самого заболевания. То есть, в целом видим высокую достоверность именно в группе получавшей боксет колд флю. Противовоспалительное действие реализовано соответственно уменьшение клеточного состава, отвечающего за развитие воспаления ликоцитарной формулы. Ну и более высокий уровень сывороточного иммуноглобулина А, что сохранялось в том числе после приема боксета колд флю, что очень важно для дальнейшего предотвращения повторных инфекций. Хотя мы знаем, что, например, при герпесе характерен очень высокий уровень иммуноглобулина, но он зашкаливающе высокий или выше нормы. Здесь именно мы говорим о том, чтобы восстанавливался достаточный уровень иммуноглобулина на слизистых оболочках, что важно для мукозального иммунитета и иммунитета слизистых. Ну и доля витей повторно заболевших в течение одного месяца наблюдения была в три раза ниже в группе боксет колд флю. Это, конечно, очень важно и мы видим, что здесь есть достоверное отличие. Но если мы проанализируем, когда может назначаться боксет колд флю у детей, критерий назначения терапии, соответственно, прежде чем это сделать, мы должны сказать, что уже с первых суток применения при ОРВИ способствует быстрому уменьшению симптоматики, то есть клиническая симптоматика сокращается, длительное заболевание сокращается и уменьшается частота повторных эпизодов ОРВИ, что подтверждено клиническими и лабораторными признаками. Я привел лишь одно из исследований, их, конечно же, намного больше, проведено различными учреждениями, исследовательскими группами, в том числе на базе центральной эпидемиологии. Ну и схема применения зависит от цели, от возраста, от сроков проведения основного лечения, будь то это антибактериальная, противовирусная терапия или какая-то комбинированная противомикробная терапия и в зависимости от глубины нарушений и ответа на назначаемую терапию. Соответственно, боксер от колдфлю может назначаться как профилактическая схема слева, так и при первых признаках простуды, гриппа, герпеса, при контакте с заболевшими в холодное время года детям с 2 до 12 лет по 2 капсулы в день утра, соответственно, детям с 12 до 17 лет включительно по 3 капсулы 1 раз в день и если это взрослые с 18 лет по 4 капсулы 1 раз в сутки может назначаться не менее недели. Соответственно, вы можете назначать более длительный срок значения 1 раз в сутки. Если у вас антимикробное лечение, противовирусная, антибактериальная терапия продолжается более длительный период, 2-3 недели, месяц или даже более длительный период, то есть весь период, когда соответственно происходит подавление нормобиоты, слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Ну и в заключении, конечно, я должен сказать, что, к сожалению, у нас частота атопических заболеваний дорастает, нарушение микробиоциноза тоже, к сожалению, встречается часто. Это связано с тем, что огромное количество факторов влияет на развитие этих нарушений. Мы сегодня об этом с вами говорили. Имеются сложности в точной диагностике как этих нарушений, так и, кстати говоря, в точности диагностики, в доступности иммунных соответственно нарушений. Истинная заболеваемость инфекционной природы не снижается. В этиологической структуре преобладают соответственно вирусы, хотя очень большое количество вирусных, вирусно-бактериальных ассоциаций. Увеличение числа внутрибольничных инфекций, вирусных пневмоний наблюдается. Мы это хорошо знаем по трехлетней пандемии, по взрослению детских инфекций, к сожалению. В этом году, точнее, в 2023 году у нас рекордное количество было кори. Соответственно, в нашей стране более 8 тысяч случаев. И важно подчеркнуть, что инфекции возвращаются. Это называется эмерджентная инфекция. Герпесвирусная инфекция тоже относится к эмерджентным, то есть они меняют свои свойства и снова возвращаются с новым потенциалом. В том числе, может наблюдаться резистентность к некоторым антибактериальным препаратам. А в условиях полипрагмазии, постантибиотической эры, недоверия к вакцинации или недостаточной эффективности вакцин, соответственно, необходимо применение противовирусных препаратов и новейших вакцин, у которых доказана эффективность и безопасность. В отношении герпесвирусных инфекций у нас есть только доказанная эффективность профилактики витриной оспы, опоясывающего герпеса, некоторые разработки в отношении простого герпеса, лечебные вакцины, но профилактические профилактические направления в отношении простого герпеса практически пока еще не разработано. Другие вакцины только в стадии разработок в отношении герпеса. Ну и врачи, конечно, всех специальностей, прежде всего терапевты, интернисты, должны знать маски атипичные и типичные течения. Конечно, прежде всего врачи первичного звена, педиатры, терапевты, врачи общей практики вовремя должны выявлять эти, соответственно, инфекции, направлять их к специалистам, если сами не могут справиться, ну и, конечно, особое внимание уделять группам риска, про которые мы сегодня говорили. Таким образом, терапия профилактика сочетанных инфекций, антибиотикорезистентности, она включает в себя применение и пробиотиков, других препаратов и в лечении герпесвирусных инфекций могут применяться пробиотики в сочетании с этиотропным лечением. В частности, бокситбэйби, бокситфорт, бокситкоклю нашли такую возможность применения в сочетании с противовирусными антибактериальными препаратами. Ну и вот кому интересно, можете ознакомиться, это первый алгоритм ковид и герпес, мы его опубликовали еще в 2021 году в журнале инфекционной болезни. Здесь в составе этого алгоритма также включены пробиотики. А я на этом свою лекцию заканчиваю. Цитаты Платона, «Заботьтесь о счастье других, мы находим свое собственное». Спасибо за внимание. Я надеюсь, что у нас поступили вопросы. Если вам будет интересно, я готов на них ответить. Вопросы у нас есть. Понимаю, что вы устали, но что делать? Врачебный труд он такой, достаточно серьезный. Вы же когда-то согласились на то, чтобы быть врачами. Важно свой опыт пронизывать через призму новых данных. Вот давайте ответим на вопросы. Вопрос первый. Спасибо за лекцию. Какие препараты порекомендуете при болезненных высыпаниях на коже, крыльев носа и верхней губе с переходом на слизистую оболочку? Спасибо. Дело в том, что без осмотра сложно рекомендовать препараты, потому как высыпания на коже, крыльев носа могут быть совершенно разные. Это могут быть как инфекционные, так и неинфекционные высыпания. И, конечно, важно, чтобы лечение было обоснованным, корректно оценить эти высыпания. Это могут быть как герпетические высыпания, также это могут быть высыпания в виде розации, это могут быть высыпания при системных заболеваниях среди внутренней ткани, а может быть сочетание этих состояний. Поэтому, чтобы правильно и корректно назначить это лечение, в том числе это может быть сибарейный дерматит, это могут быть высыпания в виде углевой болезни, в виде фолликулита. Для того, чтобы правильно назначить это лечение, Мы должны сначала оценить клинические состояния пациента. Поэтому лечение в данном случае зависит от стадии заболевания, от остроты, соответственно, от успеха в лечении, первичное это состояние, или это острое состояние, или хроническое состояние у пациента. Поэтому здесь необходимо уточнение для того, чтобы корректно назначить терапию. То есть пациента надо видеть, с ним нужно беседовать, и после этого мы сможем назначить лечение. Вопрос номер второй. Существует ли зависимость иммунного цитокинового статуса от наличия сопутствующей патологии? Дело в том, что да, вообще-то иммунная система определяет большое количество так называемых иммунопатологических состояний в своей лекции. Я как раз об этом рассказывал, что только более 450 только первичных нарушений иммунного статуса связаны с развитием конкретных нозологических форм. Но цитокиновый статус – это частный случай иммунного статуса, поэтому не совсем правильно разделять иммунный и цитокиновый статус, потому что цитокиновый статус – это часть иммунного статуса. Да, то есть мы оцениваем различные интерлекины, интерфероны – это как раз часть большого иммунного статуса. Конечно, интерферонодефицит наблюдается. Есть врожденные формы, в том числе интерферонодефицит может быть и при герпесвирусных инфекциях, при внутриклеточных инфекциях. В том числе описаны случаи дефицита интерферонов, некоторых цитокинов у пациентов с цитопической конституцией, при туберкулезе легких. То есть достаточно большое число спектра патологий предопределяют эти изменения. Но вот описано, если вы помните, интерлекин-6, в частности, большое значение имеет в развитии цитокинового шторма у пациентов с COVID-19. Или есть работа, показывающая, что интерлекин-10, когда увеличивается в больших количествах, это фактор неблагоприятного исхода при вирусных инфекциях, при гриппе, это показано на примере, в частности, пандемии гриппа еще в 2010 году, когда высокие уровни интерлекина-10 были сопряжены с высоким риском неблагоприятного исхода у реанимационных пациентов. Поэтому здесь есть множество разных, соответственно, вариантов, конкретных сценариев в зависимости от того цитокина или от того интерлекина, о котором мы говорим. Ну и, конечно, иммунный статус, он тоже достаточно разный. Потому что, допустим, дефицит CD4-теллимпоцитов – это один из маркеров ВИЧ-инфекции. Но не только ВИЧ-инфекции, но Т-клеточная недостаточность может быть обусловлены разными факторами. Поэтому я здесь могу долго говорить, если меня не останавливаетесь. Но у нас есть третий вопрос. Добрый вечер. Какой опросник вы применяете в своей практике на приеме пациентов с герпетической инфекцией? Опросник разработанный мной и опубликованный еще в 2009 году. Можете найти мои публикации. И там этот опросник имеется в виде приложения к научному исследованию. Думаю, что будет еще дополнительная информация, опубликована в ближайшее время в публикациях. Поэтому следите за информацией. Будем делиться ею. Так. У нас есть еще вопросы. Спасибо большое. Так. Еще три вопроса. Подскажите, пожалуйста, нужно ли в фазе ремиссии проводить курс иммуноактивной терапии? Если да, то сохранять ли дозу или уменьшать ее? Ну, во-первых, непонятно ремиссии чего, у кого. То есть, какая иммуноактивная терапия, дозу чего, не ясно. Дело в том, что нужна конкретика. То есть, мы должны четко понимать ремиссию какого заболевания, если точно достигнута ремиссия или только начало ремиссии. Потому что, может быть, же не полная ремиссия. Если мы говорим про герпес, может быть, полная или не полная ремиссия. Потом хитрый вопрос. А если клинических проявлений нет, но на слизистых продолжается репликация, является ли это ремиссией? Или это малая форма болезни? Здесь нужно разбираться. То есть, на самом деле, может быть, ну, как вот, например, при хронической активной веб-инфекции. Есть лимфоденопатия. При этом печени селезенка не увеличена. Но есть репликация, соответственно, вируса Эпиштейна-Бар. А вирусная нагрузка умеренная. И есть жалобы у пациентов. В том числе на частые РВИ, боли в горле и так далее. Иммуноактивная терапия. А кто сказал, что она должна быть иммуноактивной? То есть, здесь надо разбираться. То есть, в зависимости от заболевания, надо понимать, нужно ли сейчас иммунотропная терапия. Если мы говорим про пробиотическую терапию, мы уже с вами говорили о том, что она должна сочетаться с этиотропным лечением. То есть, например, с антибиотиками или с противовирусной терапией. Прямо можно с первого дня назначать. Особенно, если вы доказали, что есть грубые изменения микробиота. Или вы назначаете препараты широкого спектра действия антибактериальной. Вы понимаете, что будет угнетение нормобиоты. Поэтому и доза, и продолжительность лечения зависит от конкретной нозологической формы, от конкретного клинического диагноза. Поэтому вопрос требует уточнения, для того, чтобы для него более конкретно ответить. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, почему новый коронавирус обладает разной вирулентностью? Ну, смотри, какие коронавирусы. Дело в том, что коронавирусов у нас не так много вообще-то открыто. Если вы имеете в виду штаммы и субтипы, тогда да, но они не разной вирулентностью обладают, они обладают разной трансмиссивностью и патогенным влиянием. Разная степень развития летальности. Это связано с тем, что, ну, во-первых, сам вирус, РНК-содержащий коронавирус, если мы говорим про SARS-CoV-2, он эволюционирует, и появляется новая его разновидность, когда обладает достаточно таким мягким воздействием до большинства популяций. 90-95% населения имеют проявление коронавирусной инфекции в виде ОРВИ. Но есть группы высокого риска, у которых это может тяжело протекать. Но для, соответственно, неиммунного пациента, у которого нет иммунитета против коронавируса, или у него, наоборот, соответственно, есть поломка в иммунной системе. Например, пациенты с иммунодефицитами, с онкологическими заболеваниями, с аутоиммунными заболеваниями, с сахарным диабетом, у них может тяжело протекать. Соответственно, коронавирусная инфекция, в том числе, которая у большинства людей может протекать в достаточно легкой форме. Поэтому здесь зависит как от, первое, от состояния иммунной системы, второе, от количества вируса, то есть вирусной нагрузки, сколько поступило за один раз, и, в-третьих, от того, сколько мутаций есть у конкретного субтипа. Потому что, на самом деле, если мы говорим про SARS-CoV-2, описано более полутора тысяч вариантов этого коронавируса. Но мы, конечно, рассматриваем и более значимым, который, так называемый, имеет высокий интерес, за которыми происходит наблюдение. И вот, в частности, у штамма омикро есть множество разновидностей. Там и Айрис, и Перола, которые прозвали по именам древнегреческих богов и чудовищ. На самом деле, у них есть официальные названия, более сложные. Но при этом, да, они вызывают достаточно легкие формы заболевания, хотя они ускользают от иммунного ответа. Именно поэтому вакцинация сейчас не применяется. И третий вопрос. Баксет надо принимать в период ремиссии для обострения заболевания. Но, вообще-то, это все было в лекции. Если вы внимательно слушали, применяется преимущественно в острой фазе заболевания в сочетании с этиотропным лечением. Профилактическое применение баксета возможно, если доказано, что есть дисбиоз, если доказано, что требуется заместительная терапия, если доказано, что есть дефицит лактобактерий, если есть показания к применению пропиотической терапии. Соответственно, я бы так ответил. так последний слайд соответственно вот пожалуйста это последний слайд как со мной можно связаться здесь все показано да то есть сейчас показано где я работаю телефон администратора адрес соответственно ссылка на сайт телеграм-канал поэтому кому нужно пожалуйста можете обращаться соответственно консультация осуществляется только по записи через администратора я вас благодарю за внимание если у вас будут вопросы вы можете их соответственно отправить в виде запроса или связаться с организаторами и до новых встреч до свидания а